Всем привет, друзья! Вы на канале FlashGames. Друзья, ни один человек в прошлом выпуске не проголосовал, чтобы я заканчивал эту рубрику. Все говорили, типа, давай-давай, продолжай, не смей останавливаться и так далее. В общем, если вы хотите, естественно, я буду эту рубрику снимать и дальше. Так что, друзья, состав у нас пока что, по-моему, 191 был, да? С общим, да, вот, из сыгранности, ну, рейтинг, да, 91. Ну, ладно, тогда, в общем, наша цель – это рейтинг 95. Пока что, конечно, я не знаю, но это, наверное, очень тяжело будет сделать. 95 рейтинга – это, конечно, много, но пока что это наша цель. Думаю, еще пару месяцев до конца игры даже, может, я не знаю, но этот рейтинг мы не сможем, наверное, я думаю, сделать. Будет очень тяжело. В общем, друзья, это понятно, и давайте посмотрим, что мы имеем на данный момент. 60 тысяч монет, два жетона и 1600 карточек, 1656, если быть точнее. Давайте, друзья, посмотрим, какой состав мы имеем на данный момент. Вот такой вот очень неплохой состав мы имеем. Я вспомнил, что у нас еще есть Джейджи Акоча на правом фланге, которого я не использовал из-за Лианеля Месси. В общем, вот такой вот состав мы имеем на данный момент. Постараемся, конечно, в конце выпуска его усилить, но это еще посмотрим. Ну а вы не забывайте подписываться на мой канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а если вам понравится, можете лайк поставить. Ну а мы начинаем. Давайте сейчас откроем эти пять наборов бесплатных. По традиции уже первый – это у нас Сио. Интересная фамилия, конечно. Второй игрок у нас Гентнер. Далее третий набор – Рафинья. Откроем сейчас предпоследний набор – это Писарро. Ну, что комментировать, даже нечего вообще говорить. Неинтересно абсолютно. Кевин Трапп, который уже год не играет за эту команду, но здесь он еще до сих пор здесь играет. Это понятно. Сейчас я посмотрю видео и откроем спешл пак. Получили мы спешл пак, и давайте откроем. Это информ, конечно же. Так, Мурель 83. И он уже, кстати, перешел в Аталанту. Он уже не игрок Фиорентины. Ну, это понятно. Пойдемте играть в драфт. Выбираем схему. Давайте я возьму 4-3-3 вторую. Что там? Клейм Уикли Ревардс. Ладно, это неинтересно. Значит, возьмем сейчас… Давайте Кандог Биа возьмем. В надежде, что Азар этого специально не взял Гризмана. Может, он Тодсом нам выпадет. Справа Сарабиа. Он тоже, кстати, имеет Тодс. Жуниор слева, который не имеет Тодс. Бензема в центре. Такая интересная получается у нас пока Ла Лига. Артур справа. Если бы Англия до Херти идеально сюда зашел бы. Если бы мы Англию собирали. Но все равно возьмем его в центре. Может, как-нибудь перейти на… А давайте перейдем на АПЛ-ку. Блин, зря я это сделал. Посмотрите, Диего Годин у нас здесь есть. Ну, ладно, Альдер Верель тоже есть. Слева у нас сыграет Ля Порт. Как раз Кандук Биа у него будет сыгранность идеально просто. Галкипер у нас… Ну, давайте возьмем этого украинского парня. Вратарь у нас будет резервный Берндлено. Первый состав готов. И он выглядит следующим образом. А главное внимание, естественно, будет на Марко Ван Бастена. Как он покажет себя. Так, у нас получилось сыгранность, естественно, 100. Команда с рейтингом 89. Три лиги, 8 национальностей. Идем в первый матч против Киево. Ван Бастен сразу отличается. Парехо красное. Ван Бастен, молодец. Ля Порт. И все похоже, да? Три ноль. Сухарь против Киево. Второй матч против Монако. Ван Дейк. Так, Ван Бастен пока что дремлет, да? Венисиус. Забивает победный мяч. Идем дальше против Герты играть. Ван Бастен. Ван Дейк. Ван Бастен. И опять три ноль, да? И красное. А, нет. Скджелбред нам забивает. Я знаю этого футболиста, но его фамилию читать. Наверное, Скелбред будет как-то читать. Кстати, Аталанта обыграла Милан. Прикиньте. Ноль-ноль. Жуниор. И все, да? Нет, Жуниор дубль оформляет. И очень красиво обыгрываем Аталанту. Двойная награда есть. Отлично. Идем во второй матч. И возьмем схему, естественно, 4-3-3. Сразу в глаза бросается Рафаэль Варан. Блин, но давайте Кавани возьмем. Лигу 1 я вообще, наверное, не собирал очень давно. Так, слева Роналду. Справа у нас, блин, где лига... А, вот, Сар. Даже не обратил на него внимания. Не увидел даже его. Здесь мы возьмем... Кого же возьмем? Ну, Гомеса. Так. А, Фикир, блин. Уже не привык, да, смотреть на игроков из Лиги 1. Верона или Лаудрупа. Давайте Верона возьмем, чтобы позиция была. Слева у нас отлично. Ферлан Минди. Просто прекрасно. Ну, Тити возьмем. Француз. Далее вот этого Диего Карлоса. Справа Лала. Хорошо. И Галкипер Бутель. Или Бенитес. Блин, оба имеют, по-моему, тот с карточку. Или, ну, этот-то точно имеет, которого я не взял. Как-то ему Бенитес. А вот, умеет ли Бутель, я честно сказать, не припомню. Вот такой Лигу 1 мне удалось собрать. Очень интересный состав. Особенно Тиаго, Сильва, Пепея. Там Ковани, ну и Роналду. Очень интересный состав. Сыграно с 97, рейтинг 91. Так, форварды 96, 86, 89. Ну, полузащиты пока что так... Не пока что, да, но вообще такие слабые. Первый матч у нас против Саудийцев. Против Альхилляль. Команда называется Ковани и Фекир. И Роналду отличается. 3-0 обыграли эту команду. Идем дальше против Фиорентины. Роналду, Тиаго, Сильва. Роналду пока что дубль оформ... Ну, в общем, 2 гола, точнее, 3 гола забивает. Ковани, в общем, 2. 2 сухаря подряд пока что имеем. Далее Ювентус. Это будет очень серьезное противостояние. Роналду, кто как не он должен был забить Ювентусу. Сар и победа. 2-0 победа. И финал против Порту. Как сыграем, интересно, Верон Филиппе, который уже перешел в Атлетико. 3-1, 4-1. Будет 5-1. Нет, Роналду не забил. Очень так неожиданно. Потому что он во всех предыдущих матчах забивал. Так, двойную награду даже не возьму я, друзья. Выбираем схему для третьего заключительного драфта. Возьмем 4-1-4-1. Галкипер, облак. 100% облако ставим. Слева у нас Хорди Альба. ЦЗшник. Возьмем Журти Амат. Неста. Нет, Рамос. Справа возьмем Белерина, наверное. Да, кого еще? ЦОП у нас будет стоять. Ну, кого взять? Блин, я не знаю. Так, по фасту возьмем. Месси хорошо есть. Родри есть в центре. Его напарником в центре Парте из того же самого Атлетико. Слева возьмем рандомного чувака. И СТшник Родриго неплохо. Галкипер резервный. Неинтересно. Наш заключительный состав выглядит следующим образом. Ну, такой, да, не очень интересный состав. Давайте сразу нажимаем финиш. Сыграно с 99. Рейтинг 89. Ну, в принципе, да, такой, да, средненький составчик. Три лиги, четыре национальности. Первый матч против Хетафи. Месси, Белерин, Антонеж, Амат, Месси. И все. 4-1. Победа. Дальше против Барселоны второй же матч. Родриго и Ракетич забили. Родриго дубль. И победа, да? Да, победа. Месси не смог забить. Аякс. До полуфинала дошел. Альба. И Родриго. Хорошо. Так, в финале против РБ Лейпцига. Месси Партей. Пареха удален. Месси дубль. И все, да? А, нет. Месси еще один гол забил. И опять мы драфт выиграли. Три из трех. И двойной награды нет. Переходим в магазин. И идем открывать паки. Восемь пака. Восемьдесят один плюс. Мы имеем. Первый это Ибрагимович. Даже спешл пака. Три раза мы выиграли драфт. Прикиньте. Три раза из трех. И ни одного спешл пака нам не дали. Очень странно, конечно. Ладно. Но у нас есть жетоны. Я это видео тоже посмотрел. И мне дали четыре жетончика еще. Благодаря этому мы сможем открыть два спешл пака. Хотя бы там. Дальше открываем набор. Восемьдесят один плюс. Хендерсон. Козачик нам выпал. Два набора осталось. Вернер. И последний. Будет что-нибудь интересное. Нет. Не будет. Бауман. И один всего-навсего элит плюс пак. Который тоже не особо интересен. И давайте сейчас посмотрим. Вау. Гарантированный тот спак. Сто пятьдесят. Блин. У нас сто сорок три. Прикиньте какой нежданчик. Гарантированный тот набор. Это же блин очень круто. Ну я-то естественно бабки достану откуда хочешь на этот пак. Первый у нас руснак. И второй набор. Блин. Информ который у меня есть. Отлично. Просто идеально. Друзья. Сейчас соберем СБЧ. Собрали мы незамедлительно это СБЧ. Выполняем и получаем какого-нибудь интересного или нет. Неинтересного игрока с рейтингом восемьдесят один. Но этот игрок нам был абсолютно неинтересен. Так как мы имеем гарантированный тот спак. Это блин будет очень крутой набор. Только блин из Ла Лиги. Очень будет интересно если из Ла Лиги. Открываем. Есть волкаут. Так кто же нам выпадет? Блин Голландия. Блин ПСВ. Ну хотя бы Ван Дэй. Это Думфрис наверное какой-нибудь. Блин. Вот это да. Конечно разочарование жесткое. На этом друзья видеоролик подходит к концу. Наш состав абсолютно никак не изменился. Открыли мы гарантированный тот набор. В котором ни хера не упало. Какой-то блин чувак из эры дивизии нам выпал. Который ну вообще нам неинтересен. Ну да ладно. Если у вас друзья вам понравился этот видеоролик. Можете поставить лайк. А также подписаться на мой канал. Ну а с вами был я Флэш Гейм. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok